Приветствую вас, дорогие подписчики и уважаемые гости канала A Handful of Boys И сегодня мы с вами продолжаем наш цикл обзорных видеороликов о новой редакции Да, ГВ продолжает нам активно выпускать статьи с маленькими тизерами того, что нас ожидает И, собственно, по традиции мы все эти статьи обозреваем Сегодня будем говорить о статье о дюймах и иконах за 21 августа Немножко я отбился от графика, потому что уезжал на несколько дней в свой ведический шизолес Вот, где у меня не было нормального доступа к интернету Но, собственно, восполняю пробел И сегодня как раз таки будем говорить о чистках в Вархаммер Килл Тиме Узнаем, что же из игры будет удалено Каким образом это будет удалено, да Что затронуло ГВ своими изменениями и чего мы больше в игре не увидим Вот такая будет трагическая немножко передача Где мы будем подводить итоги наших потерь И то это потерь еще не окончательный, а только те, о которых нам сообщили Итак, но с самого начала ГВ начинает как бы за здравие И показывает нам вот такую чудесную картинку Картинку условно Living Core Book, да Как это будет выглядеть у них на сайте У нас вот будут такие красивые иконки, обозначающие разные прикольные штуки Да, вот у нас будет красивая иконка под Core Book Красивая иконка под Kill Team Красивая иконка под Kill Zone Это вот то, что выделено оранжевым и находится сверху Это наши, что называется, Essentials, да Это нам будет необходимо для игры И далее то, что внизу и помечено черным Это так называемая необязательная, но штука для продвинутых То есть это как раз таки пак миссий под Match at Play Просто карт-пак, вот это меня немножко сбивает с толку, да То есть у нас будет именно карт-пак под Match at Play И обычный карт-пак для чего-то Но я полагаю, обычный карт-пак это то, что у нас выйдет в Аюльбуке И будет номинально всегда с нами существовать А Паруфт-Опс это будет именно сезонная штука Обновляемая под Match at Play, да, как это есть сейчас То есть нас, напоминаю, в актуальной редакции И вот те самые миссии, которые находятся в Койльбуке Там вторичные миссии, первичные Они как бы все еще актуальны и действительны И используются в narrative play То есть они с самого старта редакции никуда не делись И у нас обновлялся именно Match at Play При помощи сезонных Critical Ops Потом Uprupt Ops То есть здесь мы видим такую же абсолютно схему И загадочный плюсик Upgrade Packs Вот это я не могу пока что понять, что это Полагаю, это имеется в виду просто именно апгрейды на игру То есть какие-то там дополнительные моды Там нарративные какие-то апдейты Мы же знаем, что у нас под нарратив иногда выходит дополнительный террин Дополнительные правила под этот террин То есть, возможно, GW имеет в виду именно нечто подобное Вот, ну и также, что мы видим? Мы видим подтверждение того, что все также команды получат свое обновление И будут, собственно, вестись онлайн в формате Living Core Book, да То есть мы сможем получать все правила наши онлайн в момент их изменения Также они обещают, что правки баланса тоже мы будем видеть как бы отдельным файлом То есть они не будут это выводить именно внутри каждой отдельной команды То есть у нас все еще сохранится отдельный файлик с балансным патчем Чтобы мы хотя бы четко знали, что если что меняется у каждой команды Да, и не приходилось открывать каждую команду, чтобы понять, как сильно нас затронули балансные правки Также говорят, что киллтимы у нас будут все переупакованы в новые коробки И в новых коробках будет QR-код, который прямо нас ведет к, собственно, правилам Но эти правила и так будут доступны онлайн, да То есть здесь этот QR-код это не штука по типу кода из кодекса в Беквахе Где вам этот код из кодекса позволяет открывать электронную вирус кодекса в приложении Нет, здесь все будет доступно все еще бесплатно И это, конечно же, не может нас не радовать Далее мы также видим, что каждый киллтим получит свою уникальную красивую стильную иконку Можно просто порадоваться за это дело, да Киллтим, как обычно, радует нас стилем Да, тут, конечно же, всегда интересны именно значки имперских фракций Они всегда отличаются большим стилем и утилитарностью, да Потому что вот у Веспидов и у Орков Командос мы просто видим как бы изображение голов и все, да У Империума обычно какие-то бывают покруче символические иконки Далее, вот то, что мы потеряли Мы потеряли наши любимые фигурки для обозначения дистанции Как бы эпоха закончилась, эпоха прошла Да, если раньше мы радостно мерили, да, дистанции в пятиугольниках, треугольниках и по очень подобных штуках Чем очень сильно раздражали несведущих людей, да Которые бесились в наличии каких-то загадочных линеек, да Были, да, такие люди, которым тяжело было открыть орульник, да И почитать, что обозначает конкретно каждая фигурка Им необходимо было выдумывать какие-то борьдовые вещи Что это какие-то уникальные шизодистанции для Килл Тима Вместо того, чтобы плюс посмотреть, да, что это символические обозначения для стандартных дистанций Ну вот теперь и все Теперь нет никакой оговорки Теперь Килл Тим нормально возвращается на аэльсы дюймов Поэтому, как мы видим вот по картинке с иллюстрацией вертикального движения Ничего особо не поменялось в плане измерения дистанции То есть, как у нас стоило полный мув 6 дюймов забраться на трехэтажный домик Так это и стоит 6 дюймов То есть, в этом отношении ничего особо не изменилось Окей, хорошо Как бы от этого особо не холодно, не жарко Просто сейчас нам придется опять немножко переучиваться Но это определенный плюс для Килл Тима Потому что, да, почему-то фигурки, они вызывали какой-то загадочный очень бэклэш И отторжения у части людей Собственно, сейчас фигурек не будет Поэтому, опять же, отговорек у людей, которые не любят Килл Тима, станет меньше Да, теперь у нас все нормально и стандартно Посмотрим, откроется ли у ГВ, так сказать, возможность использовать дистанции Помимо 1, 2, 3, 6, да То есть, видим ли мы какие-нибудь обозначения в 8 дюймов, в 9 дюймов, да, внутри правил Что-то мне подсказывает, что увидим, да, и уже в следующей статье При Овеспидов мы встаетим дистанцию в 8 дюймов, да, которая была, допустим, немыслима в, ну, нынешней, да, редакции Килл Тима Так что, ну, как бы, изменения нормальные, да, то есть, ничего плохого или хорошего в этом нет Но, наверное, изменения все-таки к лучшему, да, потому что фигурки, правда, были немножко странными То есть, они были не то, чтобы как-то интуитивно понятными Это отпугивало часть людей по каким-то загадочным причинам Окей, ладно, как бы, не суть страшно И далее мы встречаем несколько более интересную вещь Это, что называется, как раз-таки Clarified Rules и Designer's Commentary Где мы видим уже некоторые переписанные правила И видим пример того, о чем я говорил в предыдущих новостных выпусках Это полное изменение языка, на котором написана игра, да, то есть Сам принцип игры, как мы уже видим, то есть АПЛ, активации, движения, это все осталось из предыдущей редакции Но кардинально поменялась именно словесная обертка происходящего, да То есть игра действительно была переписана, условно, да, с самого основания Но она была именно переписана, то есть у нас сложился некоторый новый, можно сказать, новояз Такая вот тавтология И что мы видим как раз-таки здесь непосредственно? Мы видим, что наш стандартный Normal Move переименовали в Reposition Зачем это было сделано? Потому что часто название Normal Move конфликтовало со всякими другими вордингами в правилах По типу Action in which Model Moved, да И все думали, ну не все некоторые думали, что условно вот если Model Moved То это конкретно относилось к совершению Normal Move Action'а А не каким-то там дэшам, чайджам и поющим иным экшенам Теперь как бы нет, теперь у нас все это немножко устаканивается, упорядочивается И какие-то конфликтующие названия, они непосредственно из игры уходят И уходят на самом деле весьма серьезно, то есть мы еще это увидим Дальше по ходу этой статьи И, ну, изменения в этом плане кардинальные Посмотрим, как бы, насколько это отразится опять же на воспорятии игры Получится ли у ГВ полностью как-то искоренить разночтение, дворечтение И по очень непорядной ситуации Но пока что мы видим к этому определенную попытку Вот поэтому мы видим, что, собственно, Normal Move это единственный экшен, который переименовался То есть Shoot, Fallback, Charge, да, как мы увидим внизу, они все остались такими же То есть изменился именно Normal Move, да, теперь это I-Position Action И также это нам открывает еще один инсайт В предыдущих выпусках я показывал картинку, где у нас был, собственно, новый скаутинг Забыл включить это непосредственно в это видео И там мы видели третью опцию скаутинга под названием I-Position Где нам говорилось, что мы можем совершить I-Position Action до начала непосредственно первого хода Но обязаны закончить его во-вторых от нашей деплойки Это нам дает понимание, что все-таки третья опция скаутинга Наш I-Con Dash, он тоже все же изменился, да И поэтому изменился весьма забавно То есть сейчас он стал несколько хуже, чем Dash с Fly, да Потому что I-Position это, ну, немножко более ограниченная на самом деле штука Чем просто Dash с Fly, но он все еще позволит нам Traversity, допустим, сарейн, да Перелезать сейчас какие-нибудь байкады перед нашими моделями И даже залезать на близко стоящие здания То есть прикольно, как GV в третий раз меняет третью скаутинг опцию И поэтому каждый раз это изменение не то чтобы глобальные, но какие-то существенные Да, это интересно, что у них хватает подобного кариатива Далее по самому I-Position мы видим, что никак не изменилось действие То есть это абсолютно такой же Normal Move Ничего не поменялось, но изменились, опять же, некоторые названия То есть если раньше мы постоянно видели Такую долгую конструкцию, как Move характеристик То теперь характеристика ушла и заменилась коротким словом Stat Это просто непривычно пока что для воспаятия Опять же, да, большая проблема, допустим, меня Как принимающего, да, все эти обновления Что я три года играл в старую редакцию Я привык к старому формату правил И мне придется переучиваться, что у меня может вызвать какое-то раздражение, да Но в целом, с точки зрения экономии банального пространства Move в стат, понятное дело, занимает куда меньше места, чем Move характеристик Я надеюсь, что подобная же судьба коснется дебильного слова incapacitated Которое тоже, наверное, занимает, я не знаю, где-то 40% всего текста, да Правил по Kill Team, вот оно просто гигантское, сложное и всех раздражает Я надеюсь, что incapacitated тоже заменят на какую-нибудь, там, я не знаю, killed, removed или подобное Более короткое слово Также мы видим изменение шайфта Видите, iPosition написано каким-то абсолютно убогим авторятым шайфтом Раньше было лучше Ну и также сами правила Теперь у нас делятся визуально на два пункта Да, это зеленые, то есть просто какое-то условие И красный аромбик, который нам, собственно, какие-то аистайкты вешает Что, допустим, вот Move нельзя совершать в ту же активацию Когда мы совершали Charge или Fallback, да, или будем совершать Это удобно на самом деле, это просто позволяет нам легче ориентироваться Да, легче ориентироваться в правилах И чуть лучше понимать, что мы можем сделать, а что мы не можем сделать За тот или иной конкретный экшен За это в целом лайк Мы видели уже подобное в правилах АОСа, в правилах Большой Вахи Так что это само по себе здорово Также нам описывают, что в новом арульбуке Многие правила будут привождены дизайнерским комментарием Да, то есть мы получим весьма подробную сводку правил, что не может не радовать Потому что, опять же, в актуальной редакции Kill Team'а у нас был очень большой дизайнерский комментарий Который объяснял прям ключевые какие-то базовые моменты игры Но поэтому он находился онлайн на сайте Ваха Комьюнити И как бы не все могли до него добраться Да только знающие находили дорогу к тому, как правильно использовать Obscure И, собственно, сейчас, как я надеюсь, все подобные штуки и комментарии будут все-таки включены в койбук Ну и также понятно, что они добавляют какие-то прикольные советы А-ля почему не обязательно добивать оппонента, да, в ближнем бою А можно его оставить, да, подраненного на всякий случай И почему вообще Conceal Order прикольно использовать, да То есть такие советы тоже прикольно увидеть То есть мы видим, ГВ хочет, чтобы новички с самого начала уже чуть лучше играли, да, в Kill Team Это здорово И дальше нам рассказывается про, собственно, соло и кооперативные режимы И что тут можно сказать про... Ну что можно сказать? Они, во-первых, немножко меня обломали То есть сохранилось то, что, да, один или два игрока играют против орды запреграммированных, да, условно, мобов На, собственно, поле боя Называется это все дело Joint Ops То есть все-таки моя вот эта идея с тем, что у нас будет режим Battle Brothers Условный, да, она подтверждается Просто он будет называться Joint Ops Но главное, что у нас будут именно правила на взаимодействие игроков в Союзе, да, чего у нас сейчас нет И это меня не может не радовать Но что меня обломало, так это то, что враги в Joint Ops, они, пожалуйста, будут называться, типа, NPO, Non-Play Operatives И их может презентовать гигантский рейндж-миниатюр, что все-таки говорит нам о том, что у нас не будет обновления даталистов тех же самых термогантов Там, Поксволкеров и парочек упомянутых ребят То есть это, пожалуйста, будет какой-то стандартный парофиль моба в Joint Ops Но также упоминают, что можно будет использовать даже Space Marine, да, то есть будут видать какие-то NPO ордовые и NPO более порочные для, там, отображения космодесанта Это интересно, опять же, посмотрим, как это будет реализовано Но мне, конечно, очень жалко, что обновленные парофиля Поксов и, собственно, да, Тиранидов мы не получим в этом формате И мы еще вернемся к этому, да, к парофилям определенных команд, таких как Гвардия Смерть, Тираниды и порочие ребята Вот, но, в общем, хайп есть Нам скоро расскажут о Joint Ops поподробнее, так что, как бы, я слежу, меня эта тема все же интересует Так что поглядим, поглядим, как ГВ это реализует И далее мы видим, что дата-карточки, дата-карточки И здесь мы получаем много всяких прикольных моментов, связанных именно с обновлением команд, да Потому что у нас все там боялись ротации, все боялись, что какие-то команды у нас потеряются Вот сейчас ГВ нам прямо рассказывает, какие команды в каком виде будут поддерживаться И так, помимо того, что все команды получат свои какие-то обновленные правила в электронном формате Банды, которые выходили в отдельных коробках, такие как Командазы, там, Ветерангвардия Вплоть до, собственно, Херенкинов, Егерей и Барутбрязеров Получат физические карточки своих моделек, своих, там, Токопсов и так далее То есть это все будет обновлено в физическом формате И это можно будет купить при большом желании В целом карточки показали себя как удобное действие Люди их любят, в большую ваху их покупают Возможно, в Килтиме будет такая же тема Здесь ГВ просто, условно, продолжает успешную свою тенденцию развивать Те же команды, которые выходили в Ануале Включая, как раз таки, Старстрейдеров и Гилерайпоксов За их судьбу многие переживали В честь того, что они пропали из продажи на сайте ГВ Но это, на самом деле, обычная практика для ГВ У них постоянно какие-то модели пропадают из продажи И потом возвращаются, да, просто они заканчиваются на складе И их нужно печатать заново Вот, все эти команды, команды в том числе из Вайддворфа Они получат только электронные датакарточки То есть они получат обновление правил Они из игры никуда не денутся В ротацию не уйдут Просто у них не будет возможности купить физические официальные карточки своих юнитов Но, как бы, кто в России, допустим, да И вообще в СНГшном комьюнити покупает официальный картон от ГВ Ну, конечно, есть такие люди, но их не так много, да И большинство все равно печатает их самостоятельно Поэтому, как бы, не такая большая потеря Вот, и что самое и самое обидное Вот здесь есть две звездочки, которые нас перекидывают вниз И эти две звездочки нам прямым текстом говорят, что компендиум не получит обновленных правил И мы, по сути, получаем прямой сигнал, что компендиум будет полностью из игры удален И, что наиболее обидно, компендиум не получит никаких обновлений правил И никаких обновлений не получат, собственно, те самые обездоленные фракции Такие как Тираниды, Гвардия Смерти, Серые Рыцари, Демоны Хаоса, Крайл Смерти и Кустодес Да, ну, Талоны Императора, условно, до Когти Императора, потому что Сестрые Тишины в них тоже включены Эти команды никаких правил не получат, вероятнее всего И, следовательно, играть ими в новую редакцию банально нельзя будет И это, я считаю, конечно, полный провал и факап И это вот пока что самое худшее, что мы о новой редакции знаем Что у нас часть фракций просто потеряет возможность Вероятнее всего играть какое-то время в актуальную редакцию Килл Сима Это очень печально Да, я очень надеялся, что они выпустили бы какие-нибудь обновленные правила для Тиранидов Для Гвардии Смерти, чтобы хотя бы на каком-то уровне можно было играть за эти фракции Но, собственно, ГВ сказала нет Извиняйте, не будет вам ничего подобного Я очень сильно надеюсь, что они все же одумаются и выпустят там какие-нибудь правила новые Для Тиранидов, там, ДГ, кустов и так далее Но вероятность это как бы стоймится уже к нулю, к большому сожалению И теперь интересные моменты Это обновленные как раз-таки карточки юнитов И вот здесь комьюнити раскололась на две половины Кому-то понравился дизайн новых карточек, а кому-то он не понравился И, опять же, мне тяжело судить, потому что у меня глаз проелся к старому дизайну И он мне банально, типа, нравился Я считаю, он был классный, он был хороший Там все было понятно Сейчас же немножко у нас ушло в какие-то странные цвета Добавилось больше черного цвета, да, если мы возвращаемся к какому-то дизайну Добавились странные иконки у характеристик Но, в общем и целом, к чему здесь двигается ГВ Оно идет условно к уменьшению характеристик на карточке К уменьшению количества характеристик Потому что, вот, у нас есть здесь только четыре характеристики Апл, мув, сейв и вунды И куда-то пропали дефенс и групп активация И па-па-па, а что же это будет? Неужели у нас отменят групп активацию? Неужели у нас не будет дефенса? Это мы, к сожалению, пока что не знаем Нам это расскажут в ближайшем будущем Но, насколько нам известно, да, насколько мы можем догадываться Эти характеристики, они все же сохранятся в игре Просто они будут включены в обилки конкретных моделей Потому что в актуальной редакции Kill Team Не так много моделей, у которых групп активация типа два Да, это какие-то редкие модели Их можно пересчитать по пальцам буквально И поэтому как будто бы выносить это в отдельную характеристику Все же не стоит Так же, как и дефенс характеристика Она практически у всех моделей ТАИ Есть, опять же, маленькое количество оперативников У которых дефенс второй Но, опять же, их можно пересчитать буквально по пальцам двух рук Поэтому, в принципе, это все могут внести в обилки конкретных оперативников И переписать, что по базе у всех дефенс третий, да Скорее всего, так оно и будет На самом деле, для меня это немножко обидно Потому что я надеялся, что в новой редакции Все же АГВ вспомнит, что с дефенс характеристикой Можно как-то играться Я рассчитывал на большее количество моделей С четвертым дефенсом, да Допустим, Space Mariner со вторым дефенсом С четвертым дефенсом, да, в смысле Это было бы, ну, весьма инсориесно Это было бы здорово Но, к сожалению, похоже, нас это не ждет Ну, ладно, посмотрим, как это будет реализовано И как это будет играться Возвращаясь к дизайну карточки Что мне здесь не нравится Мне не нравятся дебильные символы Около характеристик То есть какая-то дебильная стрелочка Около мува Какая-то дебильная, значит Чварточка у вундов Какой-то дебильный щит у сейва Не знаю, я считаю, это какие-то лишние На самом деле детали Но, окей, ладно, их добавили Возможно, как резкий глаз будет спляться За картиночки и что-то ловить Интересно, что дюймы именно включили Как обозначение данному ве То есть мы видим, что у нас вот мув 6 И вот две кавычки, да Обозначающие конкретно, что это дюймы Интересно, я не помню Обозначало ли ГВ это раньше в своих системах Но, по крайней мере, это забавно Что мы также видим Изменение названия характеристик Частично, да То есть атаки у нас остались атаками Дамаг остался дамагом ВС переименовался в хит Опять же, как бы чисто по логике Это нам вообще ни в плюс, ни в минус Просто непривычно, да Пойдется переучиваться, да, немножко И, собственно, правила оружия Переместились в... Объединились, вернее, в одно Weapon Rules Раньше у нас были Special Rules Которые по дефолту работали, да Как рест-таки такие, как Orange И там какие-нибудь Цизлосы И были отдельные Critical Hit Арулы, которые работали Именно на Critical Hit И сейчас это все у нас слилось В одну конкретную Плашку Weapon Rules Которая дополнительно Сокращается до VR До двух букв Не знаю, опять же, насколько это Хорошее решение Можно было Weapon Rules вообще Написать целиком на этой полосочке И мы бы ничего не потеряли Меня конкретно очень сильно Раздражает АТК Вместо обычной А На атаке Меня вот постоянно бесится Крещение АТК во всех играх Где я вижу АТК Меня это всегда раздражает Я не знаю почему Какая-то на уровне фонетики И визуала отвратительная аббревиатура И меня она подбешивает Ну, хит как хит Ладно, как бы, человек бы с ним Также мы видим Что внезапно Команды АТК по нерфили Да, у него будет Не полный Переборус 2хит А только Переборус Калов Если, конечно же У нас не изменятся Прявила на Сидлес И Орлентлес И вот то, что меня бесит Больше всего Это обновленный видео Обновленный вид, вернее Уникального действия Дака Дэша Потому что Оно занимает собой Всю карточку Если раньше у нас Как бы карточка делилась На две половины В одной были написаны Юник экшены А в другой обилке Все было здорово Да, в одну половинку смотришь Там пассивные обилки Которые всегда есть у модели В другую половинку смотришь Там Типа вот Уникальные действия Которые модель может сделать Все здорово и понятно Здесь же Дака Дэша Растянут на всю карточку И вдобавок Текст там тоже разбит На два блока Именно опять же Зеленый блок Который просто описывает Что это действие Нам позволяет совершать И красный блок С Аистайк там Но Из-за того, что у нас Включается Да, условно Воспорятие Из актуальной редакции Я вот сначала подумал Что зеленая галочка Это обилка Дака Буэ Да, а красный Это уникальное действие Но нет Это все одно Большое уникальное действие Дака Дэш И дополнительно Что меня очень сильно раздражает Так это то Что вот Так сильно растянута Оранжевая полоска Где у нас написано Дака Дэш И потом Через всю карточку На самом конце Мы видим стоимость В 1 апрел Да, то есть Просто Визуально Как-то размывается То, что это именно Какой-то уникальный экшен Не знаю Мне не очень нравится На самом деле Пока что новые карточки Но Опять же Мы скорее всего К ним просто Поедимся Поивыкнем И все будет нормально Да, пока что Это просто Синдром утенка И Синдром того Что мы видим Какие-то да Незнакомые картиночки Еще что хорошо На карточке указывают Размер базы Вот У нас там есть Цифра 32 в углу Это не может не рядовать Это просто тоже Приятное дополнение Короче Здорово Будет интересно На это посмотреть Именно в формате Онлайн правил Да, ливинг Куэрбука Там возможно Это вообще будет чудесно И у ГВ получится Сделать Какую-то свою Вахапедию Да, официальную Под киллсим Это было бы Ну согласитесь Очень здорово Вот Ну и за всем все Как бы Вот такая у нас Статья с правилами В общем за эту статью Мы потеряли Следующие Мы потеряли Фигурки Мы потеряли Компендиум И мы потеряли Поивычные названия Правил И также Поивычный нам Дизайн карточек В общем Жесткие чистки Начались в киллсиме Посмотрим Что мы потеряем В следующий раз Так что Чтобы узнать Как бы да Подписывайтесь на канал Оставайтесь с нами дальше Продолжим выпускать видосы Мы по новой редакции Где будем обсуждать Все статьи Сейчас я уже вернулся Из Шизолес Поэтому буду делать это С Так сказать Большей актуальности Да Без подобных задержек Так что Подписывайтесь Чтобы выпуски Не пропускать Напоминаю Также вы можете Смотреть выпуски На бусте Нашего канала Потому что Там они сейчас Выходят бесплатно Ну В честь того Что это новостные выпуски Их нет смысла Задерживать на бусте То есть там они Вот выходят В то же время Как и на ютуб канале И их там можно смотреть Без замедления Ютубовского Да То есть без всяких VPN-ов Goodbye DPI-ов И payout Поэтому по ссылке Переходите И в целом Можете подписываться На бусте Даже на бесплатную подписку Просто чтобы смотреть Выпуски Ну и если что Значит они выходят Опять же Ну а если хотите Можете подписаться На ВК На телегу Где в актуальной Так сказать Как только правило Выходит Я тут же там Что-то пишу Да И делюсь своим мнением И просто мы там Мило общаемся Короче там И следуйте ссылки В комментариях Там много интересного Есть допустим Ссылка на книгу Которую я написал Тоже можете Ее почитать При большом желании Вот Ну а за всем все Как бы да Большое спасибо Подписчикам на бусте Которые продолжают Поддерживать канал Большое вам спасибо И я вас очень сильно люблю Все остальные зрители Вы тоже большие молодцы Что досмотрели видео До этого самого момента Если оно вам понравилось То не забывайте Ставить лайк Подписываться на канал Оставлять свои комментарии Как вам дизайн карточек Как вам собственно Вот этот новояз Да Килтимовский И вообще Какое у вас ощущение От подобных статей Буду рад услышать Ваши комментарии Прочитать их И на них ответить Ну и увидимся с вами В следующих выпусках Которые уже Очень скоро Скоро Появятся на канале И за всем все Играйте в Килтим Играйте в Килтим Осознанно И пусть у вас все будет хорошо До новых встреч И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok